Здравствуйте! С вами в студии Олеся Кенфеева, в эфире новости. Сегодня в выпуске главной темы. Обозначил актуальные вопросы. Губернатор региона провел совещание с членами правительства и главами униципалитетов. Серпуха ведет подготовка к решению. Как оборудованы иордани для купания, проверили специалисты. Подари своей елке вторую жизнь. Куда можно сдать новогоднюю красавицу для переработки? Самые острые темы жизни региона обсудили на очередном совещании губернатора Подмосковья с членами правительства и главами униципалитетов. Особое внимание теме здравоохранения. Говорили и об уборке снега, а также крещенских купаниях. Из-за нового штамма Умикрон тема коронавируса снова на повестке дня. С прошлого понедельника заболеваемость резко выросла. Андрей Воробьев поручил оказывать врачам и пациентам всю необходимую поддержку в этот сложный период. Мы видим, что за последние 7 дней, в прошлый понедельник было 800 выявленных случаев. Сейчас почти 3,5 тысячи. Рост идет. И в этой связи и на федеральном уровне наш президент обратил внимание на готовность Минздрава, все, что связано с обеспечением здоровья людей. Люди, которые привиты, а их большинство, болеют омикронным чаще всего дома. Однако для системы здравоохранения крайне важно, чтобы все необходимые услуги были доступны для жителей. Препараты для лечения и тестирования есть, отметил губернатор. Он также обратился к министру обороны Сергею Шойгу. И в парке «Патриот» снова разворачивают дополнительные койки. Это позволит быть максимально готовыми к любому сценарию. Тем временем в Подмосковье продолжают строить большие современные поликлиники. В этом году и в Серпухове начнут возводить новую поликлинику на 700 посещений в смену. Медучреждение появится рядом с 18-й школой в Ивановских двориках. В рамках государственной программы Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры. Будет оснащено новейшей техникой. Особое внимание уделят доступности в планах, освещенная дорожная сеть и автобусные остановки. Как найти дополнительные кадры? Обращают внимание и на привлечение врачей. Предусматривают особые меры поддержки для тех, кто приезжает работать из других городов. В 2021-м в Серпухов привлечено более 45 медиков из других регионов. Это детские ортопеды, окулисты, педиатры, терапевты. Актуальность этих специальностей в округе сохраняется. Самая важная тема после здоровья – погода. В эту особенно снежную зиму все дорожные службы работают на пределе, в том числе и в Серпухове. Главная задача – справиться со всеми вызовами непогоды и справедливыми требованиями жителей. В 2022-м в начале зимы выпало в два раза больше снега, чем в прошлые годы. С учетом погоды дорожники выполнили рекордные за четыре года объемы и уже провели 60 циклов обработки дорожной сети противоголедными материалами при плане на год 89 циклов. Отдельная задача – подготовка к крещению. 230 мест в Московской области оборудуют купанию в ночь со 17 на 19 января. Семь из них в нашем городском округе. У нас 10 таких топовых мест крещенских купаний, где традиционно собирается самое большое количество жителей. И вот в этом году у нас впервые новое место крещенских купаний в Серпухове – это купель на острове Русский. Определиться, куда поехать в эту ночь, можно с помощью карты на mosrek.ru. Организации купелей, настилов, теплые палатки, раздевалки, очаги, очистка дна и дежурство спецслужб. Все условия будут соблюдены на каждой точке крещенских купаний. В центре внимания – сфера ЖКХ. Сегодня на приеме по личным вопросам глава Юлия Купецкая рассмотрела проблемы, которые обозначили жильцы нескольких многоквартирных домов. Жители дома номер 17 по улице 1905 года рассказали о том, что они столкнулись с некачественно выполненным капитальным ремонтом. Обратившимся разъяснили, что подрядчик несет гарантийные обязательства. Администрация решения проблемы проконтролирует. С жалобами на свою управляющую компанию пришли на прием жителей Советской 55. Недобросовестное исполнение обязательств по ремонту подъезда – главная претензия. Если замечание подрядчик не устранит до 15 февраля, то заявление будет направлено в ГЖИ и прокуратуру. Похожую жалобу на ту же управляющую организацию озвучили жители Борисовского шоссе 13. Решение всех вопросов взято на контроль. Юноармейцы из Балтийска посетили Серпухов. Познакомились с его достопримечательностями, встретились с главой муниципалитета. А в последний день путешествия делегация из города Побратима оценила лед на новом катке в парке Питомник. Утро выходного дня приятно и полезно провести на свежем воздухе. Так подумали и гости из самого западного города России – Балтийска. О желании прокатиться на льду они рассказали накануне главе городского округа. Конечно, когда мы спросили у детей, а что вы видели, чтобы вы еще хотели посмотреть, нам дети вчера все сказали, мы очень хотим попасть на каток. Потому что в Балтийске нет катков, есть только в Калининграде, до которых нужно ехать. И, конечно, и наши ребята местные поддержали, которые были в мае в составе нашей делегации в Балтийске. И поэтому сегодня утром мы уже на катке для того, чтобы продолжить такую замечательную встречу с нашим городом Побратимом. Ребят пригласили на каток в парке Питомник. Площадка открылась совсем недавно, но уже полюбилась серпуховичам. Желающих покататься здесь, особенно в выходные, много. На этом льду на коньках я впервые. Лед хороший, коньки едут быстро. Я думаю, что все те жители, которые приходят на каток, они остаются довольны. Да, конечно, у нас желающих попасть на каток гораздо больше, наверное, чем он может принять. Но это только говорит о том, что спортивные объекты должны появляться в городе чаще и гораздо больше. В мае прошлого года делегацию из Серпухова радушно приняли в Балтийске. Сейчас наша очередь встречать гостей. Погодка позволяет, снежочек идет, ветра нет. Мы очень переживали, что будет ветер. Но вообще очень комфортно, я уже почти разделась. Кататься нравится, лед хороший. И вообще все замечательно. Серпухов, главное, очень добрый, уютный и доброжелательный, гостеприимный. Ну, кстати, очень красивый город. Я удивился, тут такие классные, прикольные дома, старинные даже есть. Тут так все красиво. Там много всяких фонариков, всяких гирлянд. Прекрасный город, всякие елочки везде стоят. Прям новогоднее настроение чувствуется. Много украшений, дороги тоже хорошие, много всяких развлечений. Напомним, что договор о побратимстве между Серпуховым и Балтийском был подписан в мае прошлого года. Сотрудничество двух городов позволяет в том числе молодежным организациям муниципалитетов обмениваться опытом. Наличие маски обязательно для всех. Очередной рейд провели сотрудники административно-пассажирской инспекции Московской области, представители администрации Серпухова и волонтеры. Комиссия проверяла наличие средств индивидуальной защиты как у водителей, так и у пассажиров. Если автобус кондуктор, маска должна быть и у него. Было выявлено 5 пассажиров без масок, составлено постановление на них. Вот такие рейды устраиваются для большего выполнения гражданами рекомендаций, которые прописаны по всей Московской области и Москве. Волонтеры раздавали памятки с напоминанием о важности ношения масок в период распространения коронавирусной инфекции. Рейды проходят каждый день. Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты у пассажиров 5000 рублей. Приготовления к празднику Крещения Господня в Серпухове практически завершены. Сегодня по поручению главы муниципалитета рабочая группа выехала с проверкой. Как оборудованы иордани для крещенских купаний, расскажет моя коллега Ирина Зайцева. До начала купания каждый иордань тщательно проверяется. Должны быть смонтированы безопасные спуски, территория очищена от снега, оборудованы парковочные места. Все это делается для того, чтобы сотни жителей и гостей нашего города встретили праздник Крещения Господня. В Серпухове оборудуют семь купелей. В Лужках для крещенских купаний все готово. Тщательно продумана стоянка для машин и организация дорожного движения. На въезде к водоисточнику будет стоять блокиратор с тем, чтобы предотвратить движение транспорта внутрь территории купеля. Вся техника предусматривается личного характера, будет выставляться вдоль трассы. Для того, чтобы разместить технику автодорожной службой, автодором, подготовлена обочина, то есть расчищена, с тем, чтобы транспорт мог свободно встать и обеспечить доступ населения к месту купания. К месту купания в деревне Васильевской не будет проблем добраться ни пешком, ни на машине. Две крытые купели с безопасными спусками, подготовлена площадка для палаток, где можно будет переодеться и попить горячий чай с баранками. Все продумано до мелочей. За организацию дорожного движения будут отвечать госавтоинспекторы ГИБДД, за общественный порядок полиция, за безопасность жителей гостей городского округа экстренные службы. МЧС России не рекомендует жителям Серпухова и ближайшего Подмосковья купаться в несанкционированных и необорудованных для этого местах, так как это опасно для жизни и здоровья граждан. На сайте городского округа Серпухова и губернатора Московской области размещены места, санкционированные для купания, обеспеченные всем необходимым. Последние праздничные приготовления и в деревне Голубокого. Снег вокруг Ордания расчищают до основания. По традиции верующие придут окунуться на святой источник воды Спасителя в деревне Рая Семеновская. Здесь обновляют двери и окна Крытой и Ордани. В Серпухове для жителей, гостей города будут оборудованы места для окрещенских купаний на прудах парка Жемчужины и на улице Пионерской. До этих купелей будут организованы дополнительные маршруты автобусов с 22.00 до 2.00 ночи. Как уже традиционно, силами муниципального учреждения аварийно-спасательной службы Юпитер и Федерации подводного плавания Серпухова совместными усилиями проводим мероприятия по крещенским купаниям на озере Болотон. В настоящий момент уже купель, если вам будет уже видно, да, купель у нас уже установлена. От льда все очищено. Подготовлены два помещения раздевалки мужская и женская. Вот, завтра мы проводим мероприятие уже, будем оставлять палатки, привезем чай, баранки, сушки. То есть, будем готовы, полномодельно. Еще одна точка – остров Русский. Здесь крещенские купания организует Федерация бокса России. Все места сегодня прошли проверку рабочей группы, в которую вошли сотрудники администрации экстренных служб. Купели, готовы к приему населения. Вот, сейчас проводятся работы по благоустройству. Территория, в принципе, уже очищена от снега. Завтра к 15 часам, 18 января, все купели будут готовы к крещенским купаниям. Великое освещение воды на Иордане начнутся в 23 часа. Купели будут работать до 3 часов ночи. С 15 января по 15 февраля в Подмосковье проходит ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке». Каждый житель Серпухова уже сегодня может сдать живое дерево для вторичной переработки. Так сделала и наша съемочная группа. В этом году в нашей студии ОТВ Серпухов впервые стояла живая елка. И сегодня мы ее принесли, чтобы сдать на вторичную переработку на площадку в Мегабак. Новый год без хвойной красавицы не праздник. В рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке» каждый житель Подмосковья может помочь природе. Привезти дерево необходимо на площадку Мегабак. В Серпухове она находится на северном шоссе 2Б или на улице Екатерины Дашковой, дом 18. Для елок здесь выделены отдельные контейнеры. Елки, которые будут собраны на специально отведенных пунктах, будут отправлены на переработку. Их переработают в щепу. И щепа, соответственно, будет использоваться уже для изготовления дорожных покрытий, для использования в компостировании при посадке деревьев, также для изготовления других экологически чистых изделий. Акция продлится до 15 февраля. Обязательное условие приема деревьев – отсутствие на них елочных украшений. Сдать можно ели, сосны и пихты. Сортировка отходов для дальнейшей переработки является одной из основных целей президентского проекта «Экология». Серпуховская соцзащита стала одним из первых участников пилотного проекта по организации очного приема граждан в МФЦ. С 17 января прием населения с сотрудниками управления перешел в торговый центр «Слава» на Борисовском шоссе. Весь очный прием социальной службы перешел в этот офис. Люди, приходя в МФЦ, практически рядышком могут найти сотрудника соцзащиты и задать ему все интересующие вопросы. Режим работы ровно такой же, как и у МФЦ. С 8 до 8. Вся рабочая неделя плюс суббота, кроме воскресенья. Специалисты ответят на любой вопрос по теме мер социальной поддержки. Для граждан работает отдельное помещение с тремя окнами. Попасть на прием можно по предварительной записи. 2022-й наступил окончательно и бесповоротно. Мы отпраздновали Новый год и по старому стилю. Красивой точкой в завершении гуляний стали ледовый маскарад в парке «Питомник» и праздник у Соборной горы. Старый Новый год, это для нас старенький. Понятно? Так что давайте с бабушкой позабавимся, станьте порчели. Озорной бабушке Еге, полюбившейся за две недели новогодних праздников и юным, и тем, кто постарше жителям округа, отказать никто не смог. Хотя забавы на скользком льду требовали и сноровки, и умение кататься на коньках. Новый год, новый год, лед на шарик и плавки. Новый год, новый год, жизнь на фиге все поди. Лисички, зайчики, тигрята, да и другие веселые зверушки смогли потанцевать и покататься на коньках. И падали они редко, но больше все же на ледовом карнавале было Снегурочек и Дедов Морозов. Эти персонажи у нашей детворы в числе самых приоритетных. Бесспорно, настоящее мастерство катания показали воспитанники Серпуховской школы фигурного катания. Выступления лучших из них стали сюрпризом для всех, кто пришел на ледовый карнавал. На ледовый карнавал многие пришли семьями. Войтовичи оказались самыми дружными. Стали на коньки все четверо. Падали сегодня? Нет. Падали еще не. Не отели. Ну как вам сегодняшки праздник? Здорово. Мы приоспешили и успели. Мне нравится очень. Мы очень рады, что здесь открылся такой замечательный каток. Есть прокат. В общем, мы будем стараться каждый выходной сюда ходить. За самые яркие костюмы участникам карнавала «Баба Яга и Снегурочка» дарили сладкие подарки. Ой, как не хотелось бы уходить, но все равно придется обратно в сказку. Последний танец на карнавале для главного зимнего волшебника Деда Мороза. Для него детвора танцевала под его любимую песню. Уже 40 января. Ну что, скажем им все пока? Скажем. Пока, ребята. И на последок Деду Морозу. Стали, елочки, пошли все в правую сторону. Вы уродилась елочка. Пусть радость в наступившем уж году вам будет сущим даром, а горе, скуку и беду оставим лучшим старым. С Новым Годом! С Новым Годом! Пусть все у вас будет замечательно! Ну а мы не прощаемся с вами, а говорим вам до свидания! До новых встреч! Вы только нас не забывайте! Таким же веселым и ярким было праздование Старого Нового Года и на площадке у Соборной горы. От танцевальных флэш-мобов до любимых народных состязаний. Тянем, тянем, скорей! Тянем, тянем, тянем! Перетягивали канаты, отправлялись в космическое путешествие, угадывали мелодии. Соревновались не только в силе и ловкости. Позитивные эмоции серпуховичам подарили творческие коллективы и молодежное объединение муниципалитета. Скучать здесь не давали никому. Все очень весело, много сладостей. Нам подарили сладости за то, что мы участвовали. Мне, в общем, здесь нравится. Мне тоже очень понравилось. Оно интересное, веселое. Мне понравились какие-то танцы, выступления. Многочисленным новогодним праздником мы говорим до свидания. Встретимся через год. Гонки на снегу. На трассе в Васильевском прошли традиционные 12-е по счету соревнования по мотокроссу на Кубок Красных Крыльев. Наша съемочная группа наблюдала за происходящим. Более 100 участников из столицы, городов Подмосковья и соседних областей в очередной раз приехали к нам на спортивный праздник. Отважных гонщиков не отпугнула капризная погода. Очень много снега. Вот первые 15 лет я здесь работаю, 15. И вот первый раз в жизни только сугробов. Вот сам готовил на тракторе трассу. Такого шквала снежного я еще ни разу не видел. Я две недели работал на тракторе. Голова уже еще не отойдет от трактора, поэтому трясет. Дым. Но ничего, справились. Я думаю, что это традиции нельзя нарушать. Спорт должен издеваться. Мотокросс – один из самых зрелищных видов спорта. Ведь только здесь можно увидеть, как отчаянные гонщики словно летают по воздуху, преодолевая коварные трамплины, крутые склоны, повороты и всевозможные препятствия. Мне нравится этот вид спорта. Круто, гоняюсь, тренироваться. Хорошие результаты показывают. Среди почетных гостей спортивного праздника были знаменитый российский боксер-профессионал Денис Лебедев и начальник управления физической культурой и спорта администрации Руслан Гармаш. Я желаю вам счастья всем. Удачи, победы, самое главное – пестрал. И пусть уходите сильнейшие. Сильнейшие достигли свои цели. Традиционно успешно на родной трассе выступили серпуховичи, завоевавшие элевиную долю золотых наград. Сегодня вечером и завтра до середины дня в Московской области ожидается снег, местами метель, усиление ветра. На отдельных участках дорог снежные заносы и гололедица. Будьте внимательны и осторожны. На сегодня это все. Далее прогноз погоды. Еще больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте. На сайте администрации и в социальных сетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии Парсек Это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков Профессиональные монтажные бригады Собственное производство Контроль качества на всех этапах изготовления и установки Гарантийное и постгарантийное обслуживание Обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке Натяжные потолки от студии Парсек Доверяйте профессионалам Бесплатный выезд технолога Вы можете заказать по телефону 76 48 48 Код города 49 67 Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...